n равно n, n в квадрате, послушайте, что такое n в квадрате? Это n умножить на n минус 1 плюс n. Следующая формула, n в кубе, это n умножить на n минус 1 умножить на n минус 2 плюс, догадайтесь, сколько n умножить на n минус 1 плюс, догадайтесь, сколько n. Сколько здесь будет? 2, думайте. Плюс 3. Здесь будет 3, это правда, а здесь будет? А на самом деле? 1. Здесь будет 1. Ребята, то, что вы так дружно сказали, меня не лишает одежды, что вы сейчас догадайтесь быстро до ответа. n, n минус 1, n минус 2, n минус 3. Нет, n минус 3. Все нормально. n, n минус 1, n минус 2. n, n минус 1 и n. А здесь скотинный коэффициент? 6, 5, 6. И по 2, 3, 4. 6, 5. Нет, слушайте, гадать можно. Более того, я даже верю, что кто-то из вас быстро-быстро умеет перемножать скобки и так далее. Мне нужен комбинаторный смысл. Давайте начнем вот с чего. Вторая строчка. Вторая строчка. Кто объяснит комбинаторный смысл второй строки? Когда мы там решали задачу про выражение через возрастающие степени, на самом деле можно было выражать через сбывающие даже проще. Взять минусом, плюсом. Комбинаторный смысл второй строки. Что такое n квадрат? Очень как-то. Что возникает в вашей голове, когда вы видите n квадрат? Правильно? Квадрат. Замечательно. Так что у него? Чего у него? n. А чего у него? n умножить на n минус 1. А здесь n в кубе. А чего там n умножить на n минус 1 умножить на n минус 2? Каких объектов там столько штук? n на n минус 1. Чего? Автоматические формулы всегда становятся гораздо лучше, если вы сумели придать им какой-то смысл. Не просто, что раскрыли слов, не получилось. А что вы знаете причину, почему получилось. Комбинаторный смысл. Что такое? n умножить на n минус 1 плюс n. Чего в квадрате n штук? Столбцов. Да? Столбцов. Столбцов n штук. Хорошо, но не очень симметрично. Чего еще n штук? Клянчик где? На диагонали. На диагонали, конечно. Конечно. Господа, вспомните, пожалуйста. Ну давайте возьмем не очень большое n. Например, n равно 3. Как устроен квадратик 3 на 3? Вот давайте. Я здесь прозмирую 1, 2, 3. Где здесь? 1, 2, 3. Вот эта клетка соответствует тому, что 1, 1. Вот эта клеточка какая? 2, 2. А эта клеточка? 3, 3. Это диагональные клетки. Понятно, что квадрат состоит из n столбцов, при этом диагональных клеток n штук, а не диагональных клеток. На каждом столбце сколько? n минус 1. Правильно? Да. Значит, n на n минус 1. Вот смотрите, какая история. Чтобы задать клетку, вы на самом деле должны задать абсциссу и ординату. При этом, вот если у вас есть абсцисса и ордината, это два числа, x и y. Естественно, что у вас x пробегает значение от единицы до n, y пробегает значение от единицы до n. Что значит на диагонали? Значит, x равно y. Что значит не на диагонали? x не равно y. Отлично. Пошли сюда. n в кубе. Это количество кубиков маленьких единичных. В кубе размером n на n на n. Так? Да. А теперь смотрите, что у нас есть. Вот когда есть два числа, x и y, то есть такие возможности, что они равны или они не равны. А когда три числа, возможностей намного больше. Смотрите, первая возможность. Просто x не равно y, x не равно z, y не равно z. Скажите, скажите, пожалуйста, сколько таких вариантов? Нет, нет. Н. Еще раз. Три числа, потому что три координаты пространства. Они задают положение кубика. Задают положение кубика. Если все числа равны, то это вот ситуация x равно y равно z. Такая ситуация бывает n способами. Или x равно y равно z равно единице, или x равно y равно z равно двойке, и так далее. Или x равно y равно z равно n. Замечательно. Вот эта ситуация, когда наоборот они все разные. А вот эта ситуация очень забавная. Почему здесь стоит координаты три? Вы правильно сказали, что координаты три? Потому что бывает. x не равно y, а y равно z. Тогда смотрите. x выбираем n способами. После этого y выбираем. И n минус одним способом. И на этом выбор прекратили. Так все? Но почему три? Потому что бывает еще. x равно y не равно z. И бывает еще один вариант. x равно z не равно y. А вот сейчас. Концентрируемся. И соображаем, какие здесь будут коэффициенты. Для четырех. Того, что я рассказал, достаточно для того, чтобы вы сейчас сообразили, какие там варианты. Это четыре числа. Четыре числа. Мы выбираем независимо друг от друга. Для числа x четыре варианта. Для числа y четыре варианта. Ну и все четыре. Это переменная четыре. Для x n вариантов. Для y n вариантов. Для z n вариантов. И для последней буквы. Для t тоже n вариантов. Отлично. x, y, z, t. Каждая из этих букв понимает, независимо друг от друга, n. Значит, n в четвертой степени. Подумайте. Первое слагаемое. Какой ситуации соответствует? Когда все четыре разные. Абсолютно верно. Последнее слагаемое. Какой ситуации соответствует? А? Какая здесь ситуация? Когда все одинаковые, конечно. Давайте это зафиксируем. Значит, итак, одна ситуация. Вот здесь вот. x, y, z и t. Это одно и то же. Отлично. Здесь ситуация. Когда они все разные. Не может я не буду все не разными. Просто так пишу. Все числа разные. А вот интересно, здесь что? Нам по идее было число стильное. Для подможения. Молодец. Здесь будут число стильные. Те самые. Для подможения. Да. Ребята, здесь какие-то два числа совпадают, а остальные разные. Давайте я пример такую приведу. x равно y не равно z, не равно t, z тоже не равно t. То есть у нас всего три числа. Но два из них совпадают. Какой из них будет коэффициент? Вот у нас есть четыре числа. Надо какие-то два из них назначить совпадающими. Сколько способов это можно сделать? шесть. Шесть. Молодцы. Ребята, в прошлый раз это называлось число стильлинга. Какое это было число стильлинга? Для подможения. Для подможения. Для подможения. То есть оно в скобках вписалось. Из четырех по? По три. Потому что три разных мешка. Итак, это было шесть. У кого сохранились таблички с прошлого занятия? Было там такое число. Число стильлинга из четырех кодов. Отлично. А здесь? Здесь даже интереснее. Чтобы значений было всего лишь два. Какими способами это бывает? Х, У, З равны, и Т им не равен. А бывает такая ситуация. Х равно У, а З равно Т, и они между собой не равны. Источностью до всех перестановлен. Называется это число стильлинга для подможений из четырех по два. Ужасно интересно. Чему оно было равно? Сколькими способами четыре предмета можно разложить в два мешка, чтобы в каждом мешке хотя бы что-то было? Семь. Сколько? Семь. На самом деле был ответ семь. Господа, поскольку лучше это все-таки повторить, чем вы не поймете. Давайте я очень быстро все эти семь вариантов просто наоборот напишу. Итак, пишу эти самые семь вариантов. У меня есть числа 1, 2, 3, 4. Итак, 1, 2, 3 в одном мешке, 4 в другом. 1, 2, 4 в одном мешке, 3 в другом. 1, 3, 4 в одном мешке, 2 в другом. 2, 3, 4 в одном мешке, 1 в другом. И еще варианты. 1, 2, а здесь 3, 4. 1, 3, а здесь 2, 4. И 1, 4, а здесь 2, 3. Честное слово, всего семь вариантов. Давайте поймем в общем виде, какую же формулу мы с вами только что доказали. Так, на самом деле очень симпатично. Мы с вами только что доказали, что для любого... Так, ну давайте только я иду для шести. Вот здесь написано формула для четырех, а я напишу аналогичную формулу для шести. Если взять N в шестой степени, то это будет число стимлинга из шести по шесть умножить на N в бывающей шестой степени. Плюс из шести по пять умножить на N в бывающей пятой степени. Из шести по четыре умножить на N в бывающей четвертой степени. Из шести по три умножить на N в бывающей третий. Из шести по два умножить на N в второй бывающей. Наконец, из шести по одному умножить на N в первой степени в бывающей первой. Это одно и то же. Мы смотрим на всевозможные наборы из шести чисел, каждая из которых от единицы до n, и говорим, что там либо все разные, то есть, что называется, все в разных пешках, это, кстати, единицы, кретос, да? Либо там пять разных видов чисел, либо четыре, либо три, либо два, либо один вид чисел.